23 сентября в Большом зале администрации собрались избранные депутаты. На избирательные участки в Тихвинском городском поселении, которые состоялись 14 сентября, пришли 11 278 избирателей, и подавляющее большинство из них отдала голоса за единороссов, которые показали стопроцентный результат, получив в городском совете все 22 мандата. Отрадно в том, что депутатский корпус практически полностью состоит из депутатов предыдущего наследства. Из депутатов, которые своими делами завоевали доверие своим избирателям. Вновь избранным депутатом председатель территориальной избирательной комиссии Тихвинского района Ирина Гребешкова вручила удостоверение об избрании, которые по традиции вручались по порядку избирательных участков. Депутатом по седьмому избирательному участку стал Александр Лазаревич. Его единогласно избрали депутаты, главой Тихвинского района. Благодарим за эти темные слова, которые мы изучаем в адресе. Может быть, они несколько заслужены, но тем не менее мы с вами одна команда. Мы умеем решать задачи, мы понимаем задачи. Я хотел сегодня поблагодарить в первую очередь наших избирателей, которые оказали нам беспрецедентным доверие. Мы с вами провели, команда прошла в полном составе. Все те проекты, которые мы реализуем, которые мы собираемся в ближайшее время реализовывать на территории Тихвинского городского поселения, они близки нашим избирателям, близки жильям города. Мы нашли полное взаимопонимание с нашими избирателями. И я хотел сказать, что это проекты, это различные проекты в сфере благоустройства, в сфере дорожного строительства, дорожного ремонта, в сфере возведения спортивной инфраструктуры. Это все то, что волновало наших жителей и все то, над чем мы с вами работали последние пять лет. Я считаю, что праздник закончился и мы начинаем с рабочими. В ходе избирательной кампании мы набрали багаж обещаний. Это то, что мы называем наказами избирателей. Это то, что очень важно и что мы не можем себе позволить обмануть надежды наших избирателей. Впереди очень предстоит большая, серьезная и ответственная работа. Я надеюсь, что все наказы избирателей будут выполнены. И чтобы мы могли каждый год отчитываться о наших успехах. Не о том, что мы получили, что мы смогли, а именно об успехах. Что мы смогли, мы сделали и чтобы у нас был четкий, конструктивный план нашей работы. Это очень важно. И самое главное, я еще раз акцентирую на работе избирательных АКП. Людям нравится, что мы делаем центральные дороги, людям нравится, что мы приводим город в порядок. Но сегодня мы в ходе кампании поняли, что многие разрушены состоянием наших дворов, состоянием наших подъездов, состоянием жилищного фонда. Это те вопросы, на которые мы с вами должны обратить непосредственное внимание. И сегодня я еще раз вас призываю контактировать не только в ходе выводной кампании, но постоянно в режиме онлайн с вашими и с нашими избирателями. Мы четко должны понимать, мы четко должны ориентироваться на то, что люди хотят видеть. Что они ставят приоритетными задачами. Выполняя собственные задачи, принимая решения, иногда не самые популярные, но понимая всю меру ответственности по всем нашим принятым решениям. Я еще раз благодарю вас, мои уважаемые коллеги, за то доверие, которое вы оказываете мне. Но это не индивидуальная работа, это работа команды. Я очень надеюсь, что мы с вами решим все поставленные перед нами задачи и превратим наш замечательный слоган в реальные дела. Город Тихо, город добра и благополучия. Спасибо. Депутаты сразу же приступили к работе. На первой сессии был принят ряд важных кадровых решений. Представлять интересы города в районном совете народные избранники доверили Георгию Хунашвили, как депутату, имеющему богатый опыт административной и управленческой работы. Следующее внеочередное заседание городского совета состоится 30 сентября. На нем будут сформированы профильные депутатские комиссии, которым в ближайшие недели предстоит рассматривать бюджет Тихвина на следующий год.